Ознакомиться с состоянием дела и перспективами развития реального сектора экономики. Заместитель премьер-министра Беларуси Александр Суботин посетил Гомель. В плане визита, в частности, мясокомбинаты «Фабрика Спартак». Во время встречи на предприятии мясной промышленности разговор шел о новых видах продукции. Недавно, согласно ГОСТу, здесь начался выпуск пяти новых продуктов. В них только натуральные ингредиенты без добавок. Кстати, продукцию гомельского мясокомбината можно приобрести через интернет-магазин. Этот шаг не ответ на сложные условия труда в условиях пандемии, а давно запланированное перспективное направление. Около 10% мясных и колбасных изделий экспортируются. Внешняя торговля добавила в росте и на предприятии «Спартак». В этом году здесь появились новые рынки с бытом, например, Йемен. Прибыль на предприятии получают и за счет снижения себестоимости продукции. Также завод не имеет валютных кредитов. По итогам первого квартала все показатели выполнены. За первое полугодие некоторые из них, к сожалению, будут не столь позитивными. Ситуация связана с проблемами не только в белорусской, но и в мировой экономике из-за влияния эпидемиологической ситуации. В совхозе-комбинате «Заря» Мозырского района открыли ферму для выращивания родительского стада птицы-бройлера. Мощность первой очереди объекта, расположенного в деревне Заболотье, 5 миллионов инкубационных яиц в год. На территории 5 птичников. Председатель Гомельского облсполкома Геннадий Славей подчеркнул важное значение новой фермы как для развития хозяйства, так и для экономики района и области. Ведь до этого собственное инкубационное яйцо производили только в особенной на птицефабрике «Рассвет». Это не удовлетворяло потребности региона. Еще одним безусловным плюсом от ввода нового объекта руководитель области считает создание 20 новых рабочих мест с достойными условиями и оплатой труда. Сегодня в Беларуси отмечается День молодежи. Во всех городах страны проходят концертно-развлекательные программы, работают интерактивные, спортивные и игровые площадки, организованные при поддержке БРСМ. На набережной Гомеля можно увидеть фотосушку, дефиле моделей и турнир по дрифт-трайкингу. А накануне в областном центре прошли районные мероприятия. Молодежь и семьи горожан могли выбрать активный и познавательный досуг по душе.